Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы продолжим сейчас разговор о книге пророка Амуса, обратимся к пятой главе. Предыдущая четвертая глава закончилась на словах Бога через пророка о том, что Бог приближается, Бог шествует превыше земли, и ты, народ Божий, обращается к нему, Господь, ты приготовься к встрече Бога твоего. Что из этого следует? Что значит для нас, для нашей жизни вот эта встреча с Богом? И об этом сам Господь говорит через пророка, вот начиная с самого начала пятой главы. Казалось бы, можно было ожидать продолжения обличений и перечисления тех несчастьй и бедствий, которые последуют на народ Божий за его жестокость и несправедливость. Но оказывается, Бог плачет о своем народе. Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Оказывается, вот так. Это только один из самых первых намеков, начинающих эту тему милосердия Божьего в Ветхом Завете. Только самое начало у Амоса, но тем не менее совершенно бесценная вещь. Бог говорит, я подниму плач о вас, дом Израилев. Упало, не встает Божий Дева Израилева. Город, выступавший с тысячи, останется с сотней, выступавший с сотней, останется с десятком у дома Израилева. Господь скорбит о том, что жизнь у всех этих городов такая цветущая превращается в конечном итоге в ничто и никого почти не остается. Это не повод для злорадства ни человеческого, ни Божьего. И Бог не радуется, как потом, сильно, потом, через несколько столетий, напишет автор Премудрости Соломоновой. Бог не сотворял смерти и не радуется погибели живущих. Ну, автор Премудрости относит это вообще ко всем людям. Здесь вот это милосердие Божье, сострадание Божье открывается Амусу о народе Израилевом. Том самом народе, который своей неправедной, несправедливой, жестокой жизнью сам навлек на себя бедствие гнева Божьего. И Господь продолжает говорить через Амуса, призывая людей, так говорит Господь Дому Израилеву, «взыщите меня и будете живы». Тоже ведь совершенно потрясающее слово. Потрясающее. Оказывается, для того, чтобы быть живыми, нужно искать не что-нибудь другое. экономического процветания или высокой культуры, или какой-нибудь, не знаю, там, политической силы или успешности, или военной, или, не знаю, там, технической, что угодно. Для того, чтобы быть живыми, надо взыскать Бога. А все, как потом Господь Иисус скажет, и это все приложится вам. «Взыщите меня и будете живы». В данном случае, конечно, речь идет в первую очередь о проявлениях религиозности. Потому что дальше Господь говорит, да не хотите вы в этот весель и в этот Галгал, где жертвенники. Не ищите весель и не ходите в Галгал. Это все и в Версавию не странствуйте, потому что и Галгал пойдет в плен, и в веселье обратится в ничто. И все будет разрушено. Это все временное, необязательное. Меня ищите, говорит Бог. В защите Господа и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь. Снова он повторяет те же обличения, говорит, вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю. Ну, в общем, абсолютно понятно, да, каждый из нас может догадаться в три секунды, о чем здесь идет речь. Потому что это, собственно, обличение в таких вещах, которые в любую эпоху и в любой культуре имеют место. Вот. Бога ищите, Господа в защите. Вот к чему, вот зачем вообще дается пророчество и к чему пророк призывает своих слушателей. Здесь в ткань пророческой речи врывается такой гимн поэтический. Он говорит, кто сотворил семизвездие и орион, кто превращает тьму в утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские. Господь имя ему. В нескольких еще местах дальше пророк будет говорить о величии Богу, величии владыки вселенной, творца неба и земли, того, кто повелевает стихиями, Господь имя ему. А они, по контрасту с этим, они имеются в виду жители, члены Дома Израилева, жители Святой Земли, вместо этого ненавидят обличающего в воротах, гнушаются тем, кто говорит правду. Вот так. И Бог это видит и знает. И за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите себе дома из тесанных камней, но не будете жить в них. Здесь еще раз Господь говорит через Амуса о преступлениях. Я знаю, как многочисленные преступления ваши. Вы враги правого берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому умный в это время молчит, ибо злое это время. Ну, поскольку и обличения актуальны, и обвинения в преступлениях актуальны, актуальны и то, что Господь говорит об этом дальше. Здесь, смотрите, в 14 и последующих стихах, как бы подытоживая эти свои слова о преступлениях, о том, что значит искать Господа и быть живым, да, взыщите Бога и будьте живы. Что же это? Вот что, 14 тих. Таким образом, судьба наша, ну, любых людей, в том числе и тех, к кому здесь обращается Амус, она на самом деле определяется нашим нравственным выбором. Ищите добра, а не зла, тогда Господь Бог Савау будет с вами, как вы говорите. Говорить-то они говорят, что Бог с нами, вот у них тут пышное все религиозное процветает. Пророк говорит, если вы хотите, чтобы Бог был с вами на самом деле, тогда ищите добра, а не зла. Еще раз, то же самое, в другой формулировке. Вознановите зло и возлюбите добро. Восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Савау помилует остаток Иосифов? Во-первых, здесь снова появляется это понятие остатка. Тех людей, которые могут спастись, могут стать своего рода новым корнем Израиля. Во-вторых, обратите внимание, как еще сам пророк удивленный, не может поверить. И говорит, может быть, Господь Бог Савау помилует остаток Израиля. Пророки более поздних поколений уже в какой-то мере утвердились в этом. А здесь Амос только понимает, только-только начинает понимать, что оказывается во всей этой ситуации, о которой он говорит, возможно помилование части людей того, что называется остаток Иосифов. И это возможно, если мы будем искать добра, а не зла. Возненавидьте зло, возлюбите добро. Дальше продолжаю разговор о том, что все равно приближается вот этот момент посещения, когда Бог приблизился, когда правда Божья приближается к жизни, и все, что в ней не от Бога, все, что в ней зло, а не добро, все это сгорит и рухнет. Нет, вот Господь вдруг говорит тоже поразительную, совершенно неожиданную вещь. Смотрите, так говорит Господь Бог Савау вседержитель. На всех улицах будет плач, и во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя. Я пройду среди тебя. Удивительно, как вдруг возникает эта идея, этот образ, как вообще Амос смог это вместить поразительно. Бог говорит о том, что он сам пройдет среди людей, среди этой нашей жизни. Вот это прохождение Бога, которое раздвигает смерть, как воды мертвого, простите, мертвого, красного моря. Вот то, что называется на языке этих людей Песах, Пасха, прохождение Бога через этот мир. Вот Бог говорит, вот такая ваша жизнь, поэтому когда я пройду среди тебя, у тебя на улицах будет плач, потому что ты эту жизнь не изменил. А если ты ее изменишь, тогда будете живы, говорит Господь. И еще дальше, в заключительной части пятой главы, Амос вдруг совершенно тоже поразительную, необычную вещь говорит о дне Господнем. Вот этот день посещения, день Господень, когда, говорит Бог, я пройду среди тебя. И Амос восклицает в 18 стихе горе желающим дня Господня. Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Тьма, а не свет. Как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь. Пророк говорит о том, что мы думаем, что какие-то трудности и несчастья и скорби этой жизни в день Господень прекратятся. Ну, они, конечно, прекратятся. Но встреча с правдой Божьей – это нечто гораздо более серьезное и пугающее для людей, если только они не исправляют свою жизнь. Поэтому день Господень – тьма, и нет в нем сияния. Наконец, дальше, смотрите, Господь говорит через пророка – ненавижу, отвергаю праздники ваши. Как же это так? Мы так празднуем, у нас тут все так торжественно. И вообще это делаем по уставу предков. И думаем, что мы тем самым что-то такое Богоугодное делаем. И что эти всесожжения наши, и хлебные приношения, и благодарственные жертвы, и прочее, прочее, что мы этим угодим Богу. А Бог говорит – отвергаю праздники ваши. Если принесете мне всесожжения, я не приму их, и не призрю на благодарственную жертву, ну и так далее. Бог говорит о том, что все ваши пляски с бубнами, все ваши потуги угодить Богу какими-то вот религиозными проявлениями – все это не будет принято. Не будет удали от меня шум песней твоих, и без звуков гусли твоих я не буду слушать. Не будет Бог слушать, что мы там перед ним изображаем. Есть ли наша жизнь вот такая жестокая и несправедливая? И дальше Господь говорит – пусть как вода течет суд, имеется в виду правосудие, и правда как сильный поток. Вот что надо Богу. Пусть как вода течет правосудие, и правда как сильный поток. Тогда мы можем быть услышаны, а не с этими бесконечными, никому не нужными, отвратительными Богу всесожжениями и празднованиями. Тоже, в общем, вещь чрезвычайно практическая и поучительная. В заключении этой главы, этой проповеди Амуса, он говорит, Бог говорит через него, «Приносили ли вы мне жертвы и дары в пустыне 40 лет, когда там ходили, дом Израилев?» Нет, конечно, не приносили. А вместо этого вы поклонялись каким-то посторонним идолам, чуждым богам, и Бог говорит, «Поэтому переселю вас за Дамаск». Значит, в первую очередь главной причиной катастроф, которые постигают нас, становится отсутствие правосудия и неправды в жизни. Насилие и жестокость. А во-вторых, вот это предательство Бога ради идолов, ради выдуманных каких-то магических проявлений религиозности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...